Очень любил Ромео Джульетта, Леонид Михайловича, очень любил Золушку. С чего началась моя карьера? Благодаря Раисе Тепану Сручковой, 63-го года. Она меня взяла, она принца, и не просто взяла, а меня научила. Вот мы просто прибыли в Лондоне, идет репетиция. Все проходят в одежде, за спектакль. Она выходит в костюме, я доволюдых удивился, она говорит, Миша, в полную силу. Я говорю, почему? В полную силу, у тебя хватит сил, ты молодой, пресс-танцевать и сегодня, и завтра. В зале наверняка кто-то сидит, в полную силу. И я как, на что, значит, в полную силу танцевать, все смотрят, молодой мальчик, 20 с чем-то, что, с ума сошел? Да, она была права, все критики сидели в зале, и часть актеров Комангардена. Ну и, так сказать, у Сручкова это был триумф. Ее после премьеры машины гудели гудками, расставились в этой подвиге. Она шла час до отеля, а мы жили, отель Скрип, это от Комангардена нормальным шагом 10 минут. Мы шли час. Ну, я так примазался, она вообще шла так, ну, я там рядом. Вот началась моя карьера с этого. Фрагмент Палета Чайковского «Щелкунчик». Партия принца Михаила Лавровской. Отец Михаила Лавровской. Отец мой, Леонид Михаила Лавровской, великий режиссер и хореограф, и мама балерина у меня. Отец был человек очень принципиальный, твердый, с огромным вкусом. И когда он руководил тебя, я пришел при нем в театр. И когда в два года я при нем работал, это у людей, у многих, вызвало озлобление к нему и ко мне. Сложное было отношение к детям артистов, и мне надо было это переламывать, перебарывать. Ну, у меня с Лондона это и произошло. Васильев и Владимиров, это гениальные артисты. Марис Риепа, Тихонов Володя, который был и характерный, так сказать, классический танцовщик. Конечно, вступал в конкуренцию, бесспорно. И каждый, когда выходит на рейд, надо побеждать только. И, конечно, спортивное начало и победить, и стал танцевать лучше хотелось. Во всяком случае, я рот свой не опозорил. В 92-ю годовщину Парижской коммуны Большой театр Союза СССР возобновил постановку балета Асафьева «Пламя Парижа». Партию Филиппа исполняет Михаил Лавровский. Отец был человек без компромиссов, когда мы ездили в Америку. И в 92-м году у меня полный практически провал. Мы с ним, Владимиром Тимофеевым, нашей замечательной артисткой, дублировали Пресетскую и Фадеичу Байадерки. В общем, полтора месяца ничего не делал. И потом, когда неожиданно в Лос-Анджелесе был спектакль Байадерка и попал на меня с Тимофеевой, я становился плохо, потому что я не занимался, я, так сказать, ошалел, в общем, от этой жизни. Когда я в бассейне купался, отец смотрел мне не словно, ну, как я сказал, Михаил, ты рассчитываешь свои силы? Я ничего не понимаю, там, проявил, что другие мои сверстники, ну, уже звезды, они купались в бассейне. Но когда вот это был позор страшный, значит, меня там чуть-чуть не хотели выйти из поездки. Потом уже, после вот моего успеха огромного в Лондоне в сентябре году, я сказал, что вот для Михайловича, что ж мне не сказали, я говорю, Михаил, ты понимаешь, что это твоя первая поездка. Ты не премьер. Помимо коронабалетных твоих партий, ты страхуешь наших звезд Хадеичева и Пресетского. Я знаю твой характер. Ты же мой сын, говорит, пока местам ты не обождешься, ты же не поймешь. У каждого своя нервная система и свое, так сказать, свое отношение, как он может подойти к спектаклю. Кто-то может плавать, купаться, так сказать, веселиться. Ты не можешь. Ты понял? Да, это был позор у тебя в Америке, но лучше там пережить было вначале. Зато ты видишь в Лондоне, какой у тебя тревог, потому что ты знал, что надо работать, заниматься. КОНЕЦ Отец мой, Леонид Михайлович, вообще Иванович, он взял Лавровский, потому что он был уже знаменитый хореограф в Ленинграде. А Лавровский, так сказать, новая фамилия, его друг. Такой был Лавровский художник, его расстреляли, полик. И вот, кстати, взял его фамилию Лавровский. Мама моя, Элен Герденчик Ваидзе, полурусская, полугрузинка. Мама очень эмоциональный человек была. Артистка, она эмоциональная, была замечательная. Такой правдый чувств, как у мамы, я мало у кого видел. Когда они сошлись, они друга любили очень сильно. И это, так сказать, передалось мне. Я их обоих очень любил, маму боготворил. Мама у меня была как громоотвод. Я все приходил из театра, я всю грязь вливал на нее. Потом был спокойный, одевался и уходил по своим делам. Мне было 9 лет. Я был скандал этот, помню, очень сильный. Я вошел в комнату к маме, к чуду мамы плакала, а отец просто молча лежал рядом. Они в одной постели спали, кровать. Мы уже переехали на Арбат. Я говорю, а что случилось? Тебе больно? Говорит, да, да, ничего, иди. Я вышел. Потом, значит, я понял, что они расстались. Я ввел себя безобразно, потому что все-таки поначалу женские разговоры, конечно, были не в пользу Леониду Михайловичу. Еще советским, так скажем, укладом морали, как надо себя вести. Понимаете? Ну, безобразно, ужасно. Но все равно... А потом это на это быстро кончилось. Я отца очень любил, и потом даже мама сказала, понимаете, я говорю, правильно сделал, что ушел. Потому что человек уходит, но человек не любит. Но это самое страшное еще, понимаете, находиться с человеком, когда вы думаете о другом.